Ветошь, стеклобой, макулатуру, бытовую технику, полиэтиленовую пленку, пластиковые бутылки и многие другие отслужившие срок вещи сдать в приемный пункт Брестского мусороперерабатывающего завода можно ежедневно. С 8 утра и до 8 вечера без выходных здесь приходят на помощь тем, кто решил избавиться от ставшего ненужным движимого имущества. Специалисты отмечают, особое оживление происходит в весенний период. Сезонность есть, скорее всего, чем нет, потому что зимой все-таки в зависимости от погоды люди меньше идут. По весне, как правило, начинаются уборки и прочее, тогда больше приходят макулатуры, стеклобоя больше привозят, аппаратуры старые свои бытовые люди привозят. К слову, принимают вторсырье не бесплатно в том смысле, что еще и денег заплатят, согласно преискуранту, тому, кто его привез. Или на выбор погасят часть счета за коммунальные услуги. К примеру, житель Бреста Сергей приезжает сюда не первый раз. С приходом весны мужчина решил навести порядок на участке и в лесополосе по соседству. Говорит, когда чисто вокруг и жить легче. Не будут лишними и вырученные деньги. Я сколько раз уже привозил всегда. С утра, с восьми открываются, принимают. Никаких проблем. И все, деньги сразу рассчитываются. Пункты приема работают в городе над Бугом по двум адресам. Переулок городской 5 и улица генерала Тимофеева 29А. Однако в апреле совсем не обязательно куда-то ехать. На протяжении месяца мусороперерабатывающий завод проводит акцию. По городу и району будет курсировать специальная машина – передвижной пункт приема. О ее появлении в вашем дворе специалисты предупредят заранее. На подъезду будут висеть яркие объявления, на которых будет указана дата и время приезда передвижного приемного пункта для того, чтобы жители могли воспользоваться и сдать вторичные материальные ресурсы за вознаграждение. Кстати, очевидный разгрузочный эффект для дома, помощь экологии и денежное вознаграждение – это не все плюсы акции. Бонус – участие в специальном конкурсе. Территория жителей, которой проявят наибольшую активность, может стать его победителем. Победителем прошлогодней акции по городу Бресту стало товарищество собственников «Гоголя-87». Поэтому на прилегающей территории к этому товариществу собственников установлены контейнеры для раздельного сбора коммунальных отходов. Это контейнер для стекла, контейнер для бумаги и контейнер для пластика. Данная акция проводилась как в городе, так и в Брестском районе. В городе Бресте победило товарищество собственников «Гоголя-87», а в районе – это Чернавческий сельский совет.